Здравствуйте! С вами магазин Инструмент Центр. У нас сегодня очередной видеообзор, который посвящен пневмостеплеру универсальному от компании Sigma, код товара 671-3311. Данный пневмостеплер может работать как со скобами, так и с гвоздями. Начнем, наверное, с характеристик, который указывает производитель. Пневморазъем для подсоединения к компрессору 1,4. Вес пневмостеплера 1,5 кг. Рабочее давление от 4 до 7,5 бар. Максимальное давление рабочее 8,3. Производитель, кстати, не рекомендует превышать рабочее давление больше чем 8,3 бар. И работает со скобами шириной 5,7-5,8 мм, длиной от 16 до 40 мм. И гвоздь планочный от 15 до 50 мм длиной и шириной 1,25-1 мм. Далее у нас комплектация. В комплекте идут защитные очки, вот такие пластиковые. Далее инструкция с гарантийным талоном. Сам пневмостеплер. Два шестигранных ключа для обслуживания пневмостеплера. Масленка. И кейс для хранения. Кейс для хранения из пластика. Теперь к самому пневмостеплеру. Вот вы видите пневмостеплер. Вот так он в руке сидит. По материалам изготовления. Изготовлен полностью из металла. Литой корпус. Весь разборной. Вы видите. Можно разобрать для обслуживания и замены. У нас стоит баёк, который является расходным инструментом. Вернее, расходным материалом. Загрузка скоб. Нажимаем рычаг вниз. И загружаем скобы или гвозди. Здесь вы видите. Загружаем с магазина. Объём 100 скоб или 100 гвоздей. Подсоединение к самому компрессору. Вот такой есть. С помощью быстросъёма. Заглушка стоит. Спусковой крючок. И здесь у нас предохранитель. Срабатывает при сопостановлении с поверхности. То есть нажали. И скоба выстрелила. Нажали. И скоба выстрелила. Так, здесь. Регулировка глубины. Забивание колёсик. Вверху. Регулировка воздуха, который выходит. Или вправо, или влево. Сам этот. У нас есть регулировка. Это. Как он называется? Клапан. Он из пластика. Здесь сделан. Ручка покрыта. Такая резиновая накладка. Очень удобно. Даже в руке не соскальзывает. Так, что ещё по степлеру. По рекомендациям. Рекомендовано подсоединять сюда мини-маслёнку. Или ставить блок подготовки воздуха на компрессор. Чтобы инструмент смазывался. Или. Если нет, ни того, ни другого. Ну, конечно, фильтр это обязательно. Масло можно закапывать. Вот через этот штуцер. Быстросъём. То есть, отсоединили. Пару капель капнули перед работой. И подсоединили шланг. По отзывам о данном пневмостеплере. Только положительные. Также является универсальным инструментом. Работает как со скобами, так и с гвоздями. Очень качественно собран. В нашем видео, как мы говорили. Мы показываем только популярные инструменты. Которые представлены у нас на сайте. Если брать по аналогам. У нас на сайте также представлен Meol 81720. То есть, аналог сигналского пневмостеплера. Но это уже выбирать вам. Какой вам больше подойдёт. Какой больше приглянётся. По качеству они одинаковые. Спасибо, что смотрели наш видеообзор. Подписывайтесь на наш видеоканал. И получайте скидки в нашем интернет-магазине. До свидания.